всем привет друзья в данном видео поговорим о каких-то портативных паяльниках которые можно взять с собой на полетуху для совершения какого-то мелкого ремонта прям в поле значит два паяльника у меня есть на руках первый паяльник это абсолютно какой-то дешевский паяльник для автомобиля и здесь изначально был где-то у меня тут лежал вот такой вот разъем здесь был никакой абсолютно электроники в паяльнике нет просто подключался он прикуриватель и тем самым можно было что-то в автомобиле отремонтировать но так как как бы неохота быть привязанным к машине мы решили сделать вот такой вот мод xt60 сюда паяем и имеем портативный паяльник который можно заюзать где угодно при подключении трех или четырех баночного аккумулятора к нему значит для начала конечно по тестим именно этот паяльничек что нам потребуется потребуется наверное какой-нибудь металлический девайс на который можно будет положить нагретый паяльник потребуется аккумулятор обратите внимание на напряжение 1495 я специально взял немного посаженный аккумулятор потому что наверное полностью заряженный 4х с них нежелательно использовать подключаем питание и смотрим что у нас на выходе на выходе у нас 1452 50 по банкам 36 35 36 нормально абсолютно состояние по банкам сейчас какую-нибудь саморазряженную баночку выберем три с половиной вольта думаю до 3 и 3 вольт можно будет юзать ее без каких-либо проблем паяльничек греется уже довольно таки прилично горячий и пока он будет разогреваться общая погрема стоимости значит стоимость данного паяльника смешных 100 гривен потом в пересчете на доллара и в районе четырех долларов не знаю если получится на алиэкспресс найти такую ссылочку ссылочку на аналогичный какой-то паяльник я вам и обязательно добавлю но покупался он вообще локально значит паяльник за эти 30 секунд с вами разговариваем успел уже нагреться так что паяют точнее расплавляет канифоль по чуть-чуть довольно таки неплохо ну дадим ему полностью нагреться смотрим опять же за напряжением три с половиной вольта на банке есть думаю до 3 и 3 можно будет спокойно ее использовать то есть как бы можно сюда и полностью заряженную батареечку подключить но тогда паяльничек довольно таки сильно разогреется но что полностью заряженную батарейка это у нас 16 8 вольт и вообще как бы 12 вольтовый по факту так возможно придется сейчас какую-то другую батарейку использовать потому что это достаточно быстро садится но паяльник наш уже нагрелся он спокойно абсолютно спокойно палит олова разогревает его без каких-либо проблем значит попробуем провести стандартный тестовый какой-нибудь ремонт для этого берем регулятор и попробуем отпаять от него одинаковый проводочек для того чтобы можно было заменить или сам регулятор или мотор делается вообще просто элементарно паяльник имеет мощность 40 ватт но думаю что при подключении источника питания выше чем 12 вольт он еще мощнее по факту паяют вообще как бы на раз-два очень круто без каких-либо проблем вы прямо на полетухе можете в два счета отпаять припаять поменять мотор или вообще что-нибудь еще сделать так напряжение у нас уже 33 вольта и данные паяльничек я выключаю очень очень реально паяльничек нас всех порадовал он компактный дешевый и действительно нормально делать свою работу как бы конечно никакой электроники внутри нет и оставлять его на 4х с ники надолго нежелательно хотя ну как бы что с ним может случиться внутри просто написано керамический нагреватель я в этом сильно сомневаюсь за такие-то деньги чтобы он был еще и керамический но по виду да нагреватель белого цвета думаю на этом сходство данного паяльника с керамики заканчивается обалденный паяльник жало тоже очень классно и как бы по мощности вообще никаких претензий нет думаю даже xt60 этим паяльником можно будет запаять настолько легко что вы даже не заметить никакого дискомфорта относительно вашего обычного домашнего паяльника теперь друзья перейдем ко второй половине обзора это юсб паяльник спросите ли вы как что это вообще такое юсб паяльник как можно от юсб запаяться но мы сейчас попробуем вообще что это как бы за девайс я тоже скептически к этому паяльнику относился давно заказал он провалялся у меня там все лето в каком-то ящике недавно его достал в комплекте вот такой кабелек с юсб на конце также в комплекте что тут у нас подставочка и немного какого-то стремного припоя ну не знаю подставочка имеет ли смысл использовать в принципе может быть и имеет значит по паяльнику наверное 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 провод я не буду разматривать что нам потребуется для теста потребуется пор банк для этого возьму вот такой крутой турбанка лака кок здесь у нас экранчик будем проверять сейчас ток потребления так ничего что-то на экранчике не видно определенно теперь должно быть намного лучше да там 5 вольт 0 ампер пока и что мы будем делать а будем мы уже прямо сейчас подключать наш паяльник и теперь засекаем время все ладно трудно держать конечно нужно как-то скомпоновать это все дело значит чтобы вы экран видели нажимаем на кнопку на паяльнике и пошел нагрев 489 вольт 157 ампер обратите внимание с паяльника уже уже идет дым как это друзья он только что был включен я буквально не знаю менее 10 секунд назад запустил и он уже нагрелся и он опять же обратите внимание как он легко плавит олова я просто в шоке 5 вольт по-моему в районе 5 долларов он стоит работает от любого источника 5 вольтовой энергии пауэрбанк или даже телефона можно законнектить но к телефону я не рискнул бы потому что ток довольно серьезный 1 5 1 6 ампера но это реально какая-то жесть юсбишный паяльник работает за 5 баксов значит здесь есть кнопочка для того чтобы он начал работать ее нужно нажать пальцем это сенсорная кнопка и после этого паяльник начинает разогреваться при том он разогревается за какие-то смешные 5-10 секунд не понимаю каким образом можно вообще паяльник разогреть за 5-10 секунд до температуры градусов на 250 300 но это действительно так приходим ко второй фазе тестирования будем паять от проверять от пары точнее проводок мотора то есть вот у нас тестовый какой-то квадрокоптер есть кнопку я нажал и попробуем сымитировать полевые условия да он вообще как бы за нефиг делать отпаял этот провод я только дотронулся уже по полу назад припаиваю тоже без каких-либо проблем я его припаял если плюс еще добавить на плюс куда-то ушел от меня то думаю было бы вообще идеально что есть все таки у меня флюс чуть-чуть сейчас капну сверху флюсика и попробуем красивую пачку делать насколько это у нас здесь получится то в общем то нормально получилось смотрите нормально круглая пачка без каких-либо проблем паяльником за 5 баксов которые работают от юсби я просто шокирован я как бы с электроникой на ты но паяльника который работает от юсби я еще не видел и он греется всего за буквально 5-10 секунд до своей номинальной температуры и остывает он также быстро буквально секунд 30 назад им паял пробую температуру до его принципе практически уже можно держать пальцами каким таким образом быстрым он может так нагреваться и также практически быстро оставая не знаю то есть я думаю что в течение минут он будет полностью холодным потому что уже сейчас можно по моему держать уже спокойно в эту металлическую гаечку да я вот уже пальцами держу без каких-либо проблем здесь то здесь уже все холодное прикиньте как это так все уже принципе можно паяльник спокойно держать зажало для что менее минуты назад он еще правил какие-то соединения вот так вот было друзья паяльник ты избе работать то есть этот паяльник меня не сильно удивил он просто выполняет свою работу как бы подаем на него 14 даже 15 вольт и он конечно же имеет приличную мощность для того чтобы отпаять что угодно но чтобы такой маленький малыш обычным припоем отпаивал от юсб пауэрбанка провода в как бы над за пол . вообще только дотронулся все живого попало и с использованием флюса можно сделать вполне нормальную красивую паечку в общем я думаю что вы тоже будете удивлены заказывайте этот паяльничек найду ссылку где его там покупал чтобы вы могли именно у этого продавца заказать потому что знаю множество других продавцов тоже их имеют в продаже но там они как-то по качеству отличается в общем заказывайте по моей ссылке которую я скину получите точно такой же паяльник как достался мне увидимся в новых роликах и до новых встреч и и и и и